Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, здравствуй, Юрий Васильевич Да, да, звонил Да, уверен, все хорошо, мы разберемся Сам проконтролирую Хорошо, сейчас подведу в офис и все проверю Подожди, какой офис? Сегодня воскресенье, мы с тобой идем в модильон Куда? Прости Опять ничего не помнишь Это самый модный новый клуб Ты мне обещал, что ты сегодня Со мной сходишь туда Аля, мы обязательно туда сходим Сегодня у меня появились неотложные дела Да, действительно неотложные Мне надо сейчас поехать в офис Слушайте, я вообще ничего не понимаю Ты хозяин У тебя есть заместители Ну так пусть они работают в воскресенье, а? Почему ты свой законный выходной должен проводить в офисе? Ты вообще босс или не босс? Да, я босс, Аля, да Но знаешь, боссы тоже иногда работают в выходные Извини Здравствуй, Леонид Дмитриевич Хорошо, что ты позвонил Смотри, ситуация такая Я сейчас еду в офис И будет очень хорошо, если ты тоже туда подъедешь Я говорю, бросай все и приезжай в офис Жду тебя там А с какой стати я вообще должна сидеть в воскресенье И слушать твои вечные телефонные разговоры Я уже вообще молчу про то, что мы с тобой год встречаемся А я не понимаю, что я тебе, любимая женщина или просто... Это моя личная жизнь заговорила А, личная жизнь, да? Отлично Прекрасно То есть со мной вот так вот можно, да? То есть можно вот так вот надо мной шутить Аль Извини, я не хотел тебя обидеть Извини Почему ты себе это позволяешь, а? Я что, действительно это заслужила? Прости, я сболтнул, не подумав Я сейчас вернусь Подожди А это кольцо тебе нравится? Как? Да или нет, я не знаю Но они и правда уже все одинаковые Ну как же одинаковые, они все разные Вот эти кольца 585-й пробы Эти 750-й Есть кольца из цельного золота Что есть из Дутова Выбирайте, минуточку и сейчас Спасибо Здравствуйте, вам что-нибудь подсказать? Да, мне нужно что-нибудь такое Оригинальное Чтобы прекрасная половина была полностью удовлетворена Эл, да это просто капец Я только с ним начала нормально, серьезно разговаривать Он просто встал и ушел Ну как? Я не знаю Может вот этот тогда? Как? Ну красивый, да Вот здесь у нас эксклюзив Обратите внимание на вот это кольцо Бриллианты здесь с очень редким голубым оттенком Бриллианты 5 штук Все как один кристальной чистоты, полной огранки Самое главное, это кольцо у нас в единственном экземпляре Действительно очень красиво Но я возьму вот это с белыми бриллиантами Хорошо, карточка наличная Карточка Простите, а вы не могли бы нам помочь? Да, да, одну минуту, я сейчас Пожалуйста Спасибо Сейчас я выпишу чек Я сейчас Да, Алина Потапов, если тебя, кроме твоей гребаной работы В жизни больше ничего не интересует Это твои проблемы Алия Я еще не закончила Я женщина И мне нужно внимание Я не хочу быть просто приложением к твоему костюму Я хочу семью Я хочу детей, понимаешь? И поверь мне, найдется тот мужчина Который действительно это оценит и поймет Аль, послушай Не перебивай меня В общем Я ухожу от тебя А ты найди себе другую туру Которая будет целыми днями за тобой таскаться И круглосуточно слушать твои телефонные разговоры Все, пока Ваше кольцо Спасибо за покупку Спасибо До свидания Ну что, выбрали что-нибудь? Да, вот это Отлично, сейчас оформим Спасибо Свадьба-то скоро? Через неделю Вот свадьба Поздравляю Я не понял Дим Дим Дим, ну Дим, ну ты чего? Ну я же Дим Дим, ну я правда не знаю, кто это Я его первый раз вижу Ну Димочка, Дим Ну хочешь, я пойду его сдам Или Выкину в конце концов Да не надо Так странно, что он мне его еще подарил Такое дорогое Да понты это просто все Он мне показал, что у него денег больше А я, мол, нищеброд Ну ничего, мы еще посмотрим Через пару лет, кто богаче будет Димка Ничего, ну Дим, ну мне совсем не важно, сколько у тебя денег Правда Ты самый главный человек в моей жизни Я тебя очень люблю Ну а ты меня любишь? Все, завтра идем тебе костюм убирать Так у меня есть Дим, ну не спортивный же Ну кто где? Мирон, хватай сумку И вали Молодежь, стоять! 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 Сумку сюда! Отпусти! Ты что, казалось? Тебе жизнь надоело? Давай, давай! Иди сюда! На! Дима, сзади! Мирон, вали отсюда! Иди сюда! Ты нормально? Чего ты разлегся, а? Свет, я кажется его... Меня посадят Как посадят? Ну все Что здесь произошло? Коль, тут похоже труп Вызывай наших Документы предъявите Четвертое, седьмое У нас убийство Это я его ударила На нас напали Двое бандитов Я Диму пыталась Защитить Я не знала, что делать Я схватила эту трубу И ударила его Это я сделала Это сделала я Понятно Николай Анатольевич, вы? А ты чего в выходной на работе? Случило что-то? А, да нет, ничего особенного Мне просто позвонил курьер Попросил его встретить И вот пакет с пометкой Срочно Так, ничего особенного Спасибо Может, вам что-нибудь нужно? Нет, нет Ты... Ты иди домой Отдохни, сходи куда-нибудь С друзьями В клуб какой-нибудь Вот модильон Модный клуб какой-то Давай А откуда появился Хулиган? Ну я же вам уже сказала Он напал на Диму Сзади И на нем повис А вы схватили трубу И ударили его Хулигана по голове Да, да Не боялись промахнуться? Он же висел на вашем женихе Ну я не знаю Это как-то Как-то все само собой получилось Очень быстро Я не помню Правда Я... Светлана Борисовна Скажите А вы спортом не занимались? Ну может вы играли там Я не знаю В волейбол, гандбол Или может быть теннис большой? Нет Я работаю переводчиком Издательстве Ага То есть Спортом не занимались Ни во что не играли И так вот Сразу взяли И точнёхонько попали По хаотично двигающейся голове Да Приводы раньше были? Нет Пишите С моих слов записано верно Число и подпись Феклистов Это Грымов У меня подозреваемая в убийстве Давай определяю её в пятую камеру Как? Как камера? За что? Девушка Вы Вообще-то человека убили Или забыли? Что вы По-вашему Хотите, чтобы я вас чаем напоил Домой отпустил? Ну это же была самооборона Я просто защищалась Прекрасно Прекрасно Вот пока мы выясняем Самооборона это Или нет Вы посидите в камере Ну я же просто защищалась День-два посидите у нас Потом вас отправим в СИЗО Дежурный Подождите Может что-то ещё Подследственную в изолятор Есть Вставьте руки за спину Да Да, конечно А Диму вы не посадите? Нет Он же свидетель Зададим пару вопросов И домой пойдёт Спасибо Спасибо До свидания До свидания Свет Дим А куда вы её видите? Дим, всё будет хорошо Не переживай Свет, я тебя вытащу отсюда Завтра же Лучшего адвоката найму Только не переживай Можно? Подготовьте мне пожалуйста Полный пакет документов По нефтеперерабатывающему заводу Завтра я туда поеду Это было важно Ну в общем Но в итоге клиента оправдали А это главное То есть вы возьмётесь? А почему нет? Отлично Сколько Сколько это будет стоить? Для начала необходимо внести задаток Двести тысяч Это стандартная сумма Для такой статьи Двенадцать тысяч За оформление В районе пяти тысяч Это почасовая оплата Ну а дальше будем смотреть По обстоятельствам Скажу сразу Замять убийство Даже непреднамеренное Дело не дешёвое Многих придётся кормить Я понимаю ваше состояние Что поделать? Такие цены Ну А если у меня нет таких денег? Вы сразу то не расстраивайтесь Можно что-нибудь придумать Продать что-нибудь Дом Машину Взять кредит Ну или вам придётся Иметь дело с адвокатом По назначению Только я вам сразу скажу Только такого адвоката Может быть у него Да-да Да Так что думайте Всего хорошего Да Завтра Ну что, сынок Что, отказал? Ну ты же говорил Что её и так, и так оправдают Что это самооборона Да согласился он Только на задаток И на расходы Он сказал Триста тысяч нужно Может больше Вот эти дармоеды Адвокаты Только и думают Как на чужом горят Деньги зарабатывать Ай Кредит надо брать Какой кредит? Какой Обыкновенный В банке На адвоката Милый мой А ты не забыл Что на тебе почти Миллион висит Вот за это всё За ремонт Ты о новом кредите думаешь? Да кто тебе даст? Мам, ну Возьми тогда ты на себя Может мне сразу Квартиру продать? Надеть котомку на шею И пойти по улицам Побираться Мам, чё ты начинаешь? Что, мам? Ну что ты на меня смотришь? Не буду брать кредиты Точка Но Свету нужно Вытаскивать Ей, между прочим Защитник по закону положен Ты понимаешь Что в камере Сейчас должен сидеть Я, а не она? Ой, я не знаю Что там произошло Кто кого ударил Но у нас невиноватых В тюрьму не сажают Да Ты чё несёшь-то? Не буду брать кредит Я эту лимитозу За версту чувствую Пригрела змею на груди Вы здесь будете с ней жить А я бомжевать На старости лет Хорошо придумал Спасибо Блин Да, алло Лёша Привет Привет Слушай, тут Вопрос один есть Я могу сейчас подъехать Поговорить? Ну, а чё, по телефону нельзя, что ли? Да ситуация сложная По телефону Мне помощь твоя нужна Точнее Деньги нужны Надо адвокату за даток дать У меня невесту в убийстве обвиняют Опа, нехило Это то, что... Лёш, надо её вытащить Она что, действительно кого-то убила? Ну, то есть, да Но это самооборона Она ни в чём не виновата, понимаешь? Слушай, Дима Может тебе подешевле невесту найти, а? Женщина не должна так дорого обходиться мужчине Лёха, ну ты чё? Я же в долгу не останусь Ты поможешь или нет? Слушай, извини Я сейчас должен работать Давай, ладно На связи будем Всё, давай, пока Хорошо, Али Резь шеф туда Настя Доброе утро, Михаил Анатольевич В который час? Уже полодиннадцатого Так, что у меня сегодня? В двенадцать тридцать Тихонов из техотдела В четырнадцать у вас встреча с инвесторами из главстроя А в шестнадцать с вами хотел увидеться Ваш финансовый директор Леонид Дмитриевич Ага Спасибо Хороший кофе Спасибо Молодой человек, я вас прекрасно помню Но по закону ювелирные изделия Возврату и обмену не подлежат Даже при наличии чека А у вас и чека нет Если б был заводской брак Тогда ещё можно Опять же, при наличии чека Девушка Пожалуйста Ну, я не знаю, как ещё сказать Мне, правда, очень нужны деньги Обратитесь в ломбард Ну, сколько вы дадите? Семнадцать тысяч Семнадцать? Да, кольцо стоит сто пятьдесят Мне нужно хотя бы сто Молодой человек Вы не очень осведомлены о ценах На бэушные украшения Это кольцо не представляет антикварной ценности Поэтому Любая скупка, куда бы вы ни пошли Вам даст десять-пятнадцать процентов От магазинной стоимости А потом накрутит свои пятнадцать-двадцать процентов Чтоб хотя бы продать Полцены от начальной магазинной стоимости Ну, двадцать, ну, красная цена Двадцать Вот за это кольцо Это грабёж Ну, это как сказать Так вы будете продавать? Добрый день Здравствуйте Меня зовут Туманова Лариса Викторовна Я ваш адвокат Вы от Зимы? Это он с вами договаривался? Нет, со мной никто не договаривался Просто Ваше дело уже давно в производстве Но заявки на защиту так и не поступило И мне в коллегии адвокатов Предложили взяться за это дело Так что я ваш адвокат по назначению То есть как это по назначению? По закону Российской Федерации Любой гражданин нашей страны Имеет право на защиту И если у вас нет личного адвоката То вам могут его назначить Понятно А сколько это будет стоить? Дорого? Если вас оправдают В чем я практически уверена То вам ничего не придется платить Ну а в противном случае Государство с вас взыщет за предоставленные услуги По госрастянкам Это не такая большая сумма Так что не переживайте Ну как? Вы согласны? Да Да Конечно Вот и отлично Лариса Викторовна Очень приятно, Светлана Можно просто Лариса Итак Для начала я хотела бы задать Несколько вопросов Светлана Кто такой Дмитрий Пашков С которым вы были Когда на вас напали? Это мой жених Где и когда вы познакомились? Полгода назад На автобусной остановке Очень смешная история получилась Он ко мне подошел И сказал, что Девушка, вы мне очень нравитесь Ну я не стала его слушать Сразу уехала Потом на следующий день Ухожу с работы А он А он ждет меня на этой же остановке Уже с цветами И как-то Как-то так все закрутилось Красиво Извините Ноги затекли Просто целый день Нашусь, как угорело И может быть мы перейдем на ты Да Скажите Скажи Не мог ли Дмитрий Толкнуть потерпевшего Ну или может быть он его ударил А потом уже Ты его трубой Нет, нет Нет, Дима стоял в стороне Это я взяла трубу И я ударила хулигана Да Товарищ мэр, к вам Пашков Пусть войдет Походите Здравствуйте А зачем меня вызвали? Я же рассказался Присаживайтесь, гражданин Пашков Я тут внимательно изучил Ваше личное дело А вы, оказывается, мастер спорта по боксу Это так? Да-да-да, я все понимаю, Сергей Мирич Я вас слышу Знаешь что Занимайся своим детьми и женой Я серьезно Сереж, я устала Не звони мне больше Я еще раз спрашиваю Кто ударил Миронова А я вам еще раз отвечаю Света Скажите, вам ее совсем не жалко? Вот вы сейчас выйдете отсюда Пойдете куда захотите Там, не знаю, в бар С друзьями Или в кино А она будет сидеть в камере Где ее уже, возможно, прессуют опытные зэчки Да что значит прессуют? Кто? И почему вы это допускаете? Кто ударил Миронова? Света Ладно Пишите С моих слов записано верно Число и подпись А это ваш пропуск Пашхов Хорошая у тебя невеста А вот после тебя Боксер Очень хочется проветрить помещение Да пошел ты Твою... Да Здравствуйте Как хорошо, что вы ответили Это мой телефон Я его потеряла Вы не могли бы мне его вернуть Разумеется, за вознаграждение Скажите, мы можем встретиться? Да Ну зачем ты его выгораживаешь? Он же тебя... Не понимаю я вас, баб Любовь Ну зачем, зачем вы берете вину на себя За отцов, за сыновей За мужей За любовников Думаете, что не посадят? Посадят Ты хоть представляешь, что такое зона? Это барак на 60 человек Койки одна над другой Баланда и карцер А ты у нас девушка красивая Так что тебя там будут каждый день Женская тюрьма Место гораздо жестче И грязнее, чем мужская Меня не посадят Я ни в чем не виновата Я просто защищалась Да А ты попробуй это докажи Убийство это не ограбление ларька И кстати, этот Убитый наркоман Оказался сыном одного очень известного бизнесмена И несмотря на то, что он уже Два года как выгнал его с дома Поверь мне Он сделает все Чтобы ты сидела Просто так Из принципа Но пока есть время Что-то изменить Скажи мне Кто ударил Миронова? Я Дмитрий Вы Лариса? Да Вот Больше не теряйте Спасибо вам огромное О, сколько неадвичных вызовов Ну, с этим я потом разберусь Вы присаживайтесь Нет, спасибо Мне нужно идти Как? Я же заказала нам уже чай с пирожными Что же мы теперь самой все это есть? Ну да Не брошу вас в такой тяжелой ситуации Я не брошу вас в такой тяжелой ситуации Я не брошу вас в такой тяжелой ситуации Вы чем-то расстроены? Может быть, теперь я могу вам помочь? Можете Дмитрий Иванович, не обращайте внимания. Поняла. Не вмешивайся. Честно говоря, я уже не надеялась его вернуть. Позвонила, вы ответили, это просто чудо какое-то. Кстати, а где вы его нашли? Около полиции, на улице. Ну, конечно. Именно там я по нему разговаривала в последний раз. Как я сразу, сама не догадалась. А, чуть не забыла, самое главное, это для вас. Ну, вот зачем вы это? Берите, берите. Я же просто помочь хотел. Вот и хорошо, вы честный человек и достойный награды. Я не возьму этих денег. Полночь копался, ничего не нашел. Дмитриевич, надо внутренний аудит проводить. Ух ты, морока какая. Все недавно проверяли. Часть документов вообще в архив отдали. Эта история затянется на месяц. Время играет против нас. Миша, Куда ты смотришь? Знакомого увидел? Мне не знакомого так. Встречались мельком. Время значения не имеет. Проводи. А вы, матушка, простите, имя забыла. Феофания. Матушка Феофания. К сестре едете? У сестры остановлюсь. Давно не виделись. Погостить, значит. Погостить не получится. Я в столицу по делам монастыря еду. Пожар у нас был. Деньги в епархии на ремонт просить буду. А потом с умой, по миру, Христа ради. То сколько даст. Да, от суммы до тюрьмы не зарекайся. Как это вы сказали? Следователь мне позвонил, сказал, что моя племянница в СИЗО сидит. Как? Вот, на свадьбу собиралась. Костюм пошила, денег собрала. А она, видишь, как обернулась. Не отчаивайтесь. Разберутся. Да не могла Светочка убить. Не могла. Вот сердцем чую. Доверчивая она, как ее покойная мама. Я буду за нее молиться. Господи, бедненькая моя. Как она там в тюрьме? Идем. Так, Афанасьев Андрей Викторович. Мы. Зимцов Георгий Иванович. Я, я Зимцова. Вы жена? Да. Вам всегда не отказано. Почему? Я же подавала прошение. Девушка, ну а я почем знаю. Пишите заявление, спрашивайте. Подходим, гражданка. Так, любимого Светлана Борисовна. Я. Я. Вы кто? Я тетя. А вы? А я жених. Ну вот и познакомились. Значит так, гражданка. Вам свидание разрешено. Поэтому садитесь и ожидайте. Ваше время 10.25. А вы жених связывайтесь с адвокатами, со следователем. А пока отходим. Так. Так, Исаф Евгений Петрович. Я. Ух ты, а Рома. Ну наконец-то. Нина. Приехала. Ну как взвалила на себе этот монастырь, так не до сестры стала. Нина. Вы-то как живете? Хорошо. Слушай, Мишка так как осунулся. Работаю страдонт. Так он самостоятельно живет, ко мне никаких претензий. Пойдем завдакать. Эх, хорошо. С дороги. Не могу. Дела. Ну ты понимаешь, столько вопросов нужно решить. Но вечером мы обо всем наговорились. Ну конечно. И с тобой все вопросы обсудим. Все обсудим, но сначала поедим, а потом я тебя отвезу. Ох. Ну ладно. Пойдем. Нина, своей помадой. Моя ты дорогая. Ты будешь делать. Проходи. Дмитрий, здравствуйте. А что вы здесь делаете? Не хотите говорить и не надо. Вы знаете, у меня появилось свободное время, я могу вас подвезти. Не стоит, спасибо. Дмитрий, подождите. Да вы не стесняйтесь, мне не трудно. Я не стесняюсь. Слушай, я же вижу, вас что-то очень беспокоит. Не буду скрывать, вы мне очень симпатичны и я хотела бы вам помочь. Может быть, кофе? Хотя, какой кофе? Я совсем забыла, что вызвала сегодня электрика. У меня все лампочки дома перегорели. А вы мне не поможете? Не проконтролируете его работу? Я в этом ничего не понимаю, а он пристал ко мне, какой у вас цоколь, какой у вас цоколь? Цоколь не у вас, цоколь у лампочки. Ну что у вас, лампочек запасных дома нет? Нет. Ну так что? Поможете? Ладно, поехали в хозяйственную. Спасибо. Спасибо. Знаешь, как следователь мне позвонил, я сразу все бросила и примчалась сюда. Кстати, хороший человек, это следователь. Так вот со мной у тетевого разговаривал. Ты, между прочим, просил, чтобы я тебя образумила. Не знаешь почему? Ну почему ты молчишь? Ну скажи, что нужно сделать? Ну что происходит? У тебя есть адвокат? Может, нужны деньги кому-то заплатить? Ты только скажи, я квартиру нашу продам. Тетя, не нужно ничего продавать. У меня есть адвокат, и она знает, что делать. Хороший адвокат. Очень хороший, очень. Тетя, только не волнуйся, она... Она мне сказала, что у меня очень много шансов, и меня оправдает. Все будет хорошо, тетя. Скажи честно. Это твой Димочка тебя до тюрьмы довел, да? Скажи, сколько раз я тебе говорила, не будь ты такой наивной, не доверяйся людям. Это он, да? Нет. Нет, Дима хороший человек. Нет, это не он, тетя, это не он. Все они хорошие, пока жареным не запахнут. Все, перестань так о нем говорить. Правда, глаза колет. Господи, хорошо, что бабочка до этого твоя не дожила. Тетя, ну зачем ты так, а? Ну зачем? Зачем? Девочка моя. О-о-о-о, да будет свет. Ну вот, никакой надежды на этих электриков. Даже не позвонил. Спасибо вам большое. И у меня к вам будет еще одна просьба. Давайте. Я целыми днями на работе. Домой прихожу только заполнить в холодильнике шаром. Вообще-то я люблю готовить и делаю это довольно неплохо, но сегодня могу предложить только фрукты. Благодарю. За то, чтобы все мечты сбывались. Всегда. Фрукты. У меня такое странное чувство. Будто я вас очень давно знаю. У вас в СИЗО близкий человек, поэтому вы так расстроены. Ну, можно и так сказать. Я могу помочь. Правда, правда. Вы очень хороший, очень добрый, честный и... Простите, я... 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 Патриархия обещала помочь. Через несколько дней какие-то деньги придут. Но мы без твоей помощи, Миша, не справимся. Ты уж про нас не забывай. Не волнуйся, тетушка, не забывай. Ну, присядем, подороже. Ты понимаешь, я же к Паске хотела колокола на колокольню поднять. А мне бригадир говорит, мы, матушка, люди простые, святым духом не питаемся. Ты с долгами расплатися, тогда мы работать будем, на нет и суда нет. Ну, понял, ускорюсь. Мне бы этот ремонт закончен. Пожар когда был? За это время уже можно было новый монастырь отстроить. Я нашел адвоката. Он сказал, что шанс очень хороший у него. Было такое дело, и оправдали человека. Так что мы вытащим тебя. Все будет хорошо. Я найду деньги, и… Как ты здесь? Держусь. Доброе утро. Здравствуйте. Благодарю. Свет. Любимого. Проходим. Любимого. Проходим. Проходим. Простой. На чем мы там остановились? Нет. Лучше… Ты себя плохо чувствуешь? А? Что-то случилось? Нет, я… Я хорошо себя чувствую, все в порядке. Так, значит… Лучше завтра. Мне надо кое-что обдумать. Да, завтра. Да. Дима, нам нужно встретиться. Ларис, не надо нам больше встречаться. Ты извини, но то, что там между нами было, это… Я адвокат Светланы. Нам нужно встретиться и обговорить все детали процесса. Я жду тебя в кафе, в котором мы познакомились. Ларис. Привет. Привет. Прости меня. Я просто скотина. Я сам не знаю, как так получилось. Ты… Ты хорошая, ты… ты замечательная. Ты красивая, и мне от тебя снесло голову, но… Света – это другое. Я ее люблю. Ты поможешь ей? Помогу. Слушай меня внимательно. Ты проходишь по этому делу, как свидетель. Примерно через три-четыре недели тебя вызовут в суд для дачи свидетельских показаний. Исходя из моего опыта, тебе будут задавать примерно вот эти вопросы. Отвечать нужно так, как написано. Разумеется, если ты хочешь помочь ей. Если будут другие вопросы, нужно говорить «не знаю», «не видел», «не помню». Понятно? Да. Как только закончишь давать показания, тебе необходимо сразу же покинуть зал суда. Почему? Чтобы не создавать лишний эмоциональный фон для Светланы. Если так надо, я… Да где же этот жених? Да что ж это такое? Говорить будешь только с моего разрешения. Поняла? Да. А так молчи. И даже если тебе что-то покажется странным, все равно молчи. Да хорошо, я сделаю все, что ты скажешь. Спасибо. Спасибо. Здрасте. А можно я? Свидетель. Рождайте вас в азотах. Хорошо. Спасибо. Вау. Свидетель Пашков. Ээ, это я. Заходите. Так, значит, вы подтверждаете, что гражданка Любимова, ни слова не говоря, взяла обрезок трубы и нанесла удар гражданину Миронову прямо по голове? Да. Ваша честь, у меня больше нет вопросов. Гражданин Пашков, спасибо. Ну, вот, как я и говорил, все будет хорошо. У защиты есть еще свидетели? Нет. Суд удаляется для постановления приговора. Борис, все в порядке, не волнуйся. Я передала судье подробное письменное объяснение. Борис, что происходит? Ты же обещала. Какие два года? Я тебе сказала, все под контролем. Да, мам. Слушай, купи все сама, я не приеду сегодня, я Свету жду. Да, я уверен, что ее оправдают. Мам. Суд постановил признать гражданку любимого Светлану Борисовну 1994 года рождения виновной по статье 108 УК РФ, часть 1 и приговорить ее к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Светочка, родненькая моя, как же это так, а? Как же? Да что же это такое? Господи, да что же это делается? Люди добрые! Да что же вы делаете? Люди добрые! Люди добрые! Что, глухая? Сказать на выход! О, чистенькая какая. Слышь, ты лепла, вчера ты разъявила. Пошла отсюда. Чего встали? Михаил, ну ты че? Как звать? Светлана Любимова. По форме отвечай. Да. Не просто тебе здесь придется. Ну, хватит сопли жевать. Вперед. Вперед, вперед. Ась, ну чего ты ввозишься? Магнезия три кубика. Быстро. Хорошо Алексей не кичья была на территории, когда все случилось. Сразу откачивать начали. Сто раз я и говорил, что не надо ходить на работу. Но все рвется. Как будто работать больше некому. Ну вот что теперь с ней делать? Идите. И спокойно занимайтесь своими делами. Мне уже лучше. Ну, слава богу, матушка. Это я уж грешным делом решил, что вы приставиться собрались. Я здесь не умру. Я дома умер. В монастыре. Так что зря беспокоитесь. Товарищ полковник, разрешите обратиться. Потише. Что у тебя? Капитан Уварова прислала сообщить. Там ныненькая бузит. Истерика у нее. Укур спокоитель надо поставить. А что она бузит-то? Ну, кричит, что не виновата. Что оказалась здесь случайно. Не виновата. Все тут случайно. Ладно, свободно. Ася, возьми все необходимое за мной. Ольгу Витальевну, я заберу. Ну, конечно, Ася. Дима, Димочка, мне надо с тобой поговорить. Я знаю, ты любишь Светочку. Но ее же невозможно не любить. Она хорошая, добрая. Дима, родной. Я понимаю, что уже поздно. Что суд закончился. Что Свету осудили. Я тебя очень прошу. Сознайся во всем. Ну, за что она там сидит? Она же не виновата. Да будь же ты мужиком. Ну, расскажи, как все было. Я тебя умоляю, расскажите. Послушайте. Я сожалею, что так получилось. Но я не виновата. Извините, мне нужно идти. Дима, она же любит тебя. Это что, Света, она адвокатша? Я все поняла. Вы с ней заодно. Детка любимая была. Подставили девчонку. Гаденыши. А Светка любит тебя. И сидит за тебя в тюрьме. На первый раз прощаю. Но если это повторится, ШИЗО тебе обеспечит. И вообще, истерить не советую. Не любят тут нервных. Раздевайся. Да что бы вылупилась? Раздевайся и мухой на санобработку. Быстрее. Вот твое место. Подъем в шесть, отбой в десять. Личные вещи хранить в тумбочке. Если что-то найдем не в том месте, накажем. Вопросы есть? А где все? Где-где? На работе. Через час придут, познакомишься. Настя, мне распечатку за прошлый месяц по финским партнерам и спроси у Степанова, когда отправлять следующий транш. И для всех меня нет. Я занят. Да, хорошо, Михаил Анатольевич. Себя? Михаил Анатольевич работает, сейчас к нему нельзя. Мне можно. Миш, я... Я обидела тебя. Ты извини меня. Людям свойственно допускать ошибки. Но так же людям свойственно и осознавать эти ошибки. Ты мне очень дорог. Правда. И я не хочу тебя потерять. Прости. Эй, вставай. Чего ты разлеглась-то? Курева есть? Давай сюда. Я не курю. А тебя никто не спрашивает, куришь ты или нет. Я говорю, сигареты давай. Ну, там, чай, шоколад. Мне нет. Ты че, причалена на зону без сигарет? Ты нормальная? И быстро встань, когда с тобой разговаривают старшие! Что вы делаете? А чтоб ты знала свое место! Отвали ты, тварь! Слышь ты! На! А ты клювом не щелкай! Обрубай таких сразу! А то на шею сядут и зачмырят! Чего встали? Разночились! Ну, че, живая? Это кто? Ай, Милка десятку мотает за убийство мужа. Уже половину отсидела. Ну, да ты попробуй. Здесь готовят лучший чизкейк в городе. Я поеду туда. Я поеду в этот город, как он называется, где тюрьма. Найду какую-нибудь работу, я не знаю. Куда? Куда ты поедешь? У тебя тренировки. У тебя впереди важный бой. Ты должен быть в форме. Это твоя жизнь. Это твое будущее. Ну, буду тренироваться там, значит. Дима, не забывай. Когда Света выйдет на свободу, это уже будет другой человек. Зона очень меняет людей. Послушай, я делала все, что могла. Я пыталась ей помочь, но даже мои связи не помогли. Ее осудили, ведь она убила человека. Это очень серьезно. Или я не права? Я беременна. У нас будет ребенок. Ребенок? Меня в последнее время дошнит от еды, кружится голова. Какая-то токсикоз. Ты знаешь, я боюсь, что в таком состоянии мне не стоит садиться за руль. Да, да, конечно. Конечно, я отвезу. У нас будет малыш. Миша, ты опять работаешь? Ты необыкновенный человек. Правда, очень добрый, умный. А самое главное, очень мудрый. Мне с тобой безумно повезло. Ты прости меня за мой дурной характер. Правда, я больше так не буду. Я просто поняла, что не смогу без тебя. Ты для меня все. Тебе легче? Не знаю. Такое чувство, знаешь, будто проваливаюсь куда-то. Принеси, пожалуйста, воды. Да, конечно. Вот, держи. Ларис? Лариса? Черт. Ты как? Я же отключилась. Как хорошо, что ты рядом. Тим, не оставляй меня. Так, куда собралась? Мне плохо, дышать нечем. Может, я еще на прогулку вывезти? Борзота. Быстро на место. Нужно хотя бы в туалет сходить. Ладно, давай, иди, только быстро. Ты что тут делаешь, а? В туалет пришла. Кто послал? Мне никто не посылал, мне плохо. Кто послал, я спросила. Я говорю, никто плохо, мне просто... Ну, иди. Иди в туалет, иди. Принцесса. Ну, если я узнаю, что ты пасешь, удавлю. Я почему тебя искать должна? Да я тут этого любимого прижала. Эта новенькая чего-то мутит. Она вроде вся такая правильная, но он появиться не успел, уже шлиляется что-то по ночам. Да, она мне тоже не нравится, истеричка. Ладно, разберемся, принесла? Да. Это что, все? Ну, да. Нет, ну я сколько смогла, столько продала. Ну, хреново у баб с баблом, ну. Может, ты крысятничаешь? Да нет же, ну все отдала, ну все. Смотри, узнаю. Шизо тебе райом покажется. Шизо. Сиафания! Поводись, истерпы на палке, не рухнули! Ефтимир! Не в себе, не уходи! Смотри на меня, Господи! Ефтимир! Господи! Господи! Да за что же это мне? То это же был несчастный случай. Да какая разница? Случай, не случай. Это я виновата в гибели сестры Евсевии. Матушка, как я? Да вы оговариваете себя. Нет. Электриков криворуких я набирала. И век были мои глаза. А что бы вы могли сделать? И внимательней могла быть. Жизнь бы человеческую сохранила. Я виновата. Спать я ночами не могу. Сестру перед глазами вижу. Взгляд ее последний. Я на этом свете должна ответить за свой грех. Агафья, может быть, мне это важнее, чем кому бы ты ни был. Матушка Агафья, мы-то как без вас? Матушка Агафья, ты справишься. Матушка Агафья, я понесу заслуженное наказание. Прости меня. Прости меня. Прости меня, сестра Евсевия. Прости меня, грешно. Ну и где ты был? Я, между прочим, всю ночь не спала. Угу хотят позвонить. она беременна кто беременна ты не знаешь общую я ее не знаю ну что ты собираешься делать ничего ждать свету когда выйдет не знаю буду умолять чтобы простила меня то есть ты хочешь бросить беременную женщину тебе моего примера мало ты забыл как мы мыкались когда твой отец от нас ушел забыл как ты рыдал когда узнал что он завел другую семью ты этого хочешь для своего ребенка нет тогда димочка должен обязательно завтра же меня с ней познакомить обязательно дай мне свой телефон зачем не нужен мне раздевайся стынет уж мать пора любимого тебя голиков зовет кто-то приехал к тебе свиданка у тебя чего с тобой ничего ты это в порядок себя приведи заходим светик девочка ты моя девочка ну как ты пойдем 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 кушать что это с тобой тебя что убили не так ничего просто бежала и упала я солнышко хотела спросить да ты ешь ешь солнышко мое ешь ты же похудела как я с начальником колонии разговаривала попросила его но если можно апелляцию написать знаешь он пообещал хороший наверно человек ладно ладно потом я хотел узнать как там дима да ты ешь ешь кортики ешь ты его видела да ну а что ты молчишь тогда дима твой уже не твой а то что он не может быть ты ешь ешь да может я вот сама их вместе видела да нет это все специально говорит чтоб я о нем забыла да если бы ты понимаешь что я своими глазами видела потом еще соседей расспросила так вот они мне сказали что очень часто видят их вместе светочка откажись от него тряпка он предатель говорит так они любят он тебя любит он чужой он человек не надо его прикрывать не надо я тебя очень прошу напиши заявление расскажи как все было замолчи я умоляю тебя замолчи ты не могу молчать если ты все сама прекрасно знаешь моя племянница дочь моей покойной сестры сидит в тюрьме ни за что а это тупийца гуляет на свободе со своими папами тетя что тетя я не права господи да что он такое что ты из-за него так страдаешь сволочь он последний а я ненавижу тебя ненавижу Света! 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 Стоять! Любимова стой! Стой любимого! Тебя куда несет дура? Петров держи ее! Ну ты вот и что творишь? Стой! Матушка застольница! Пресвятая Богородица умоли сына своего! Сохрани защити и помилуй работ твоему Божию! Грешную сироту Светлану! Аминь! Любимова! Любимова очнитесь! Света вы меня слышите? Ну слава Богу очнулась! Жизнь продолжается! С днем рождения! Поздравляю! А что же? Август? Еще не август! Я считаю, что ты сегодня второй раз родилась! Ты хоть помнишь, как ты с лестницы-то упал? Нет! Ну не важно! Главное, что жива осталась! Причем не просто жива! Ни одного перелома! Чудо какое-то! Правда, кому рассказать никто не поверит! Ну, легкий вывих руки не считается! Так что ты в рубашке родилась, Любимова! Ну или кто-то за тебя крепко молится! За меня некому молиться! За каждого человека есть кому молиться! Ты себя как чувствуешь? Конечно! Голова болит! Пройдет! После того, что случилось, ты пустяк! Главное, жива! Ладно? Ты сейчас отдыхай, а через часик приду тебе укол сделаю, ладно? Давай! Можешь себе воды пить? Нет, спасибо! Спасибо! Ты… Попей, милая, попей! Вот так! Вот, вот так! Попей! Вот и хорошо! Вот и хорошо! Спасибо! А ведь и впрямь чудо, что ты осталась жива! Спасибо, Господи! Спасибо, Господи! Спасибо, Господи! Другой бы на твоем месте так упал! Шею бы сломал! С чего побежала-то? Жених мой с другой женщиной живет! Сёзя приезжала, сказала… А вы похожи на монашку! Я и есть монахиня! Я в монастыре жила! А как здесь оказались? Вы тоже заключенные? Да, я, как и все, несу повинность. Ты отдыхай. Отдыхай, милая. Тише! 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 Все! Все! Согни руку! Ну что, крестик-то ваш не нашелся? Послесь! Как сквозь землю провалился! Всю кровать осмотрела, нигде нет! Надо же! Как испарился! Такая вещь пропала! Вроде не золотой, но дороже любой драгоценности! А что пропало? Да крестик! Мойнотельный! Серый такой! Ажурный! Да! А ты откуда знаешь? Я не уверена, но… Но мне кажется, что он у медсестры… Что? В кармане! Ася! Ася, ну-ка иди сюда! Что вы хотели? Ась, скажи мне честно. Ты сегодня у матушки ничего не брала? Что? Я вас не понимаю. А ты чего так занервничала? Я… Я не нервничаю. Ась, что у тебя в кармане? Ась, покажи, что у тебя в кармане. Ася, покажи или я сейчас сама достану! А… Тебе он на что сдался, а? Ты понимаешь, что красть у больных – это… Это хуже бы мародерство! Брайся вон отсюда! Чтоб духа твоего здесь не было! Поняла? А? Ну и ладно, сами работайте за копейки в этом богадельне! Что? Вы что слышали? Ася, ну-ка подожди! Матушка! Матушка, что со мной происходит? У меня сначала очень болит голова, а потом какие-то видения. Вот сейчас я как в тумане увидела, как крадут ваш крестик, а потом увидела, где он находится. Что со мной? Ты крещеная? Да. Это видение, это наказание тебе за то, что руки хотела на тебя наложить. И что с этим делать? Малис, и никому не говорят о своих видениях. А если я скажу кому-нибудь? А если скажешь, люди могут воспользоваться. И ты окажешься на стороне зла, страдать будешь. Так уж устроен наш грешный мир. Ушла мерзавка. Ну и слава богу! Только кого мне теперь на ее место искать, ума не приложу. Без помощницы я тут одна не справлюсь. А вам только с медицинским образованием нужна? Желательно, конечно. Только где ее взять? Ну, многие хотят в тюремной больнице работать. А мне бы такую сообразительную. Я б сама ее всему обучила. А тут и работы-то немного. Перевязать, убрать и укол поставить все просто. А может, Светлану оставите? Она смышленая, честная и быстро схватит, что надо. А, Ольга Витальевна? Можно попробовать. Света, Свет, скажи, а если ты здесь останешься? Вместо общих работ, а? Да. Второй отряд. Я не понял, как стоит. Выключенная любимого. Телеграмма. Телеграмма. Мил, подержи. Давай. Ну что? Да все как обычно. Ты держись. Все мы под Богом ходим. У каждого свой срок. Делают вид, что работают. Подгоник, да. Пожалуйста, отпустите меня на два дня. Пожалуйста. Куда? Ну, вы же сами читали в Телеграмме. Мне тетя умерла. Ну, всего на два дня. Я съезжу и вернусь. А ты даешь. Отпустите. А вместо тебя кто будет сидеть? Я, что ли? Тебе здесь пионерлагерь? Ну, у меня больше никого не осталось. Я одна совсем. Может, у меня тоже никого нет? Ничего. Живу. Иди. Убирай территорию. Пойдем. Так. Закончили работу. Выходи строиться. Матушка, что случилось? Что случилось? Воды принеси. Поскорее. Ну, ну, ну. Успокойся. Успокойся, моя хорошая. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Ты жива, здорова. Все образуется. Господь поможет. Вода. Ну, попей. 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 Ну, ну, ну. Скажи мне. Скажи мне, что случилось? Что? Тетя умерла. Оль, ты какой. Господи. Покой души, раба твои. Попей, царство и небесное. Покой души. Девочка, это очень больно. Терять родных. Ты молись. Ты молись. И милосердный Господь дарует прощение душе твоей тети. И тебе легче будет. У меня никого нет. Я одна осталась. Да как же одна? И мама твоя с тобой. И тетя твоя с тобой. В тебе ведь живет частью. И всегда жить будет. Ты только молись. И старайся жить по законам Божьим. Здравствуй, Галь. Привет, Том. Перепутали? Вот в мой ящик бросили. Сыночку, твое ему письмо. Счастливые вы, вам письма пишут. А мне только платежки дар рекламу. Спасибо, Том. Спасибо. Ну, давай. И избави от всякого зла, очисти многое множество беззаконимое. Поддашьте справление злому и окаянному и моему житию. И от грядущих падений лютых всегда восхищай меня. Да ни в чем же, когда прогневая твоя человека люби. Им же прикрывай немощь мою от бесов, страстей и злых человек. Матушка, можно? Да. А Бог, он… Он каждого слышит? Да. И что, прям так все-все слышит? Да. О чем говорим, о чем думаем, о чем просим. А просить можно все, что угодно? Да. Только не забывай, что на все есть его святая воля. Главное, нужно молиться почаще. А если я не знаю, как молиться? Молись, как умеешь. Любое слово до Бога доходит. Главное, чтобы оно от сердца шло. Мне Дима совсем не пишет. Как думать, это правда, что он с другой? Не знаю. Главное, ты, главное, не расстраивайся. Жди свою настоящую любовь. И тогда тюрьма не тюрьма. Сгоды, невзгоды, все будет нипочем. Ты еще будешь счастлив. Я знаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо, матушка. Какая же у нас чудесная основа. Так, друзья, сейчас мы сделаем фотографию. Дай Бог ему счастья. И финансового благополучия. Да, все верно. Так, фото, фото. Сейчас, секунду. Так. До сих пор не верю, что мой сын уже есть. Секундочку. Ну все, поехали в ресторан, а то нас уже заждались. Поехали, поехали. Спасибо. Вызывай, товарищ полковник. Уварова? Проходи, присаживайся. Я тут получил ответ на запрос по УДО для Агафьи. Она попадает под амнистию, это хорошо. Вы, товарищ полковник, по-моему, не те методы в нашем заведении применяете. Что, значит, не те? Ну вот у соседей. Все спокойно. Сидят от звонка до звонка. А у нас? Что, не день, то по УДО выпускаем? Странная активность. Ты это на что намекаешь? А я не намекаю. Возникает вопрос о вашей личной заинтересованности. Чего? Ты хочешь сказать, что я деньги беру? С кого? С игумени? По себе судишь, да? Развела тут супермаркет целый. Совсем нюх потерял. Давай заканчивай это. А то я тебе быстро клея побрежу. Ты... Свободна! Любимова, на зоне слушок прошел, что ты дар имеешь. Видишь, где ворованные вещи лежат. Это правда? Бабы в конторе слышали, как врачиха Голикова сказала, что тебе в видение пришло, куда медсестра крест игумени спрятала. Помоги деньги найти, которые у меня муж украл. Мы дом продали, хотели квартиру купить, а он паскуда. Деньги взял и пропал. Его я нашла, а вот деньги нет. Дети у меня одни. В детдоме остались. Помоги. Я не могу. Свет, будь человеком. Ну, я правда не могу. Милый, извини. А можно вам написать? Конечно. Я оставила адрес. Свято-Воздвиженский монастырь Тимошевского района Краснодарского края. Пишите. Я обязательно отвечу всем. А ты терпи и молись. И Господь не оставит тебя. Спасибо. Не поминайте ли? Прощай, матушка. Прощай. Ну что, матушка, будем прощаться. До свидания. Дай вам Бог здоровья. И молитесь за нас, грешных. Глянь, глянь, как ворота перекосила, а. Чует мое сердце, затопчет она начальника. Чего смотришь так, как будто не знаешь. Да он ей поперек горла. Торговать не дает. Издеваться над людьми мешает. Он же начальник. Что она ему сделает? Что? Бучу подымет. Беспредел. А еще лучше убийство. Чтоб комиссия из Москвы приехала. Вот, например, знаешь, тебя на заточку. Одним ударом двух зайцев. И тебя с глаз долой. И начальника вопало. Что вы не пугаете-то? Я не пугаю. Размышляю я. Пошли, бабоньки. Тогда ведь только ваша молитва моего Никитку спасла. Спасибо вам. Всю жизнь буду помнить. Храни Господь. Ставя беспокоит. Мы пр命 за учитane. Как правильно зазality disinfectió. Есть. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok